Франц Шуберт Конечно, если бы сейчас жил этот гений, то наверняка только авторские гонорары с одной авой Марией сделали бы его богатым человеком, а тогда он был очень бедным учителем музыки. Собственно, когда в 1828 году он заболел брюшным тифом, недуг этот не смог побороть именно ослабленный нищетой организм. Любимый им Бетховен умер в 1827 году, Франц в 1828. Последнее его желание перед смертью быть похороненным рядом с кумиром исполнилось через 60 лет. С тех пор они навсегда рядом, эти великие венские классики. Шуберт писал помимо музыки и стихи. И вот его последнее. Вновь священные томления мчат над звездные селения, чтобы заполнить мир пустой золотой своей мечтой. Бог-отец, страдальцу сыну ты в награду за кручину, не спошли надежды луч. Ты единственный могуч. Словно присужденный к плахе, пред тобой лежу во прахе, пламя адова в груди, вижу гибель впереди. Душу, страждущую эту, погрузи скорее в лету, а затем воздвигни вновь мир, где властвует любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова